Александр Лукашенко и Владимир Путин — политики, которые друг с другом встречаются чаще, чем с кем-либо еще. Только в этом году были рукопожатия и в китайской провинции Циндао, и на стадионе Лужники, и в Минске во время обсуждения союзных дел. И, внимание, третий раз в этом году президентов встречают в Сочи. Всего месяц назад здесь же лидеры пообщали, что называется, на коротке. Обозначили проблемы и договорились встретиться вновь, чтобы подробно и обстоятельно заняться решением актуальных вопросов. Отличие — сегодняшние встречи. Рядом с президентами, премьер-министры и их замы. И в таком составе, уверена Александр Лукашенко, все проблемные узлы будут развязаны уже до конца этого года. Мы четко выполняем свои договоренности, обязательства, как белорусы, так и россияне. И мы с вами, естественно. Мы договорились встретиться здесь, в более широком кругу. Именно в этом кругу мы тогда определим должностных лиц, которые должны будут участвовать в этих переговорах. Но должен сказать вам, что как белорусы, так и россияне, правительство очень серьезно поработали после этого. Это мне премьер докладывал после последней встречи с премьер-министром России. Очень интересные есть выходы на решение многих вопросов. И если мы будем двигаться в этом направлении, я уверен, что мы до конца года практически все вопросы развяжем. Они не такие сложные, хотя они с финансовой точки зрения некоторые тяжелые, поскольку увязаны большие финансовые потоки. Тем не менее, их надо решать. И многое сделано для того, чтобы решить и в сельском хозяйстве проблемы, и в нефтегазовой сфере. Проблем особых с решениями вопросов я не вижу. Я думаю, что просто надо принимать решение. Мы не так давно с Александром Григорьевичем встречались. Здесь же говорили о наших текущих делах, о перспективах развития интеграционных объединений, в которых мы принимаем активное участие. Говорили о двухсторонних отношениях. И договорились о том, что мы встретимся в более широком составе. Тем более, что в правительстве Белоруссии произошли существенные изменения. Нам нужно сверечь оси по некоторым вопросам. Некоторые вопросы надо урегулировать. В прошлое время, совсем недавно возникало много споров, скажем, в области сельского хозяйства. По энергетическим вопросам нам нужно некоторые точки над и расставить. Мы очень рады вас видеть в Сочи. Такая возможность сейчас у нас будет. Добро пожаловать. Сегодня в Сочи плюс 27, говорят, море также прогрелось. И такая курортная атмосфера, кажется, не совсем способствует деловому стилю. Впрочем, встречи вполне можно назвать переговорным марафоном. Тем более, что для обновленного состава правительства эта командировка, сравни экзамену, где по непростым вопросам придется отстаивать национальные интересы. Многие из министров уже познакомились со своими визави из российского кабинета министров. Говорили по телефону, встречались непосредственно. И поэтому формат максимально сжат. Сразу с трапа самолета они отправились за стол переговоров. Отдельно еще до встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина позиции сверили премьер-министры. Дмитрий Медведев отметил растущую торговлю. Сергей Румас – отличную координацию между профильными министрами. Интересная деталь. Премьеры подтвердили. Понимание проблем и пути их решения у сторон схожие. А вот трактовка может разниться. Предложение о том, что группа высокого уровня должна быть координатором всех вопросов, оно уже сегодня воплощается. Игорь Викторович Петришенко доложил мне, что уже группа работает. И новый посол России в Беларуси Михаил Викторович Павич уже включился тоже в эту работу. Поэтому хотелось бы сегодня сверить позиции перед встречей президентов. Правильно ли мы понимаем то, что наработали наши вице-премьеры, для того, чтобы облегчить работу уже на широкой встрече в присутствии глав государства. Мы понимаем, что мы все правильно. Главное, чтобы толкование было одинаковое. Мы сейчас и уточним. Давайте. Есть вопросы, которые всегда возникают, в том числе в сфере энергетического сотрудничества в некоторых других областях. Как правило, у журналистов есть несколько минут, чтобы зафиксировать сам факт встречи. Дальше диалог идет за закрытыми дверями. Переговорная кухня прессе раскрывается редко. Но по составу делегаций вполне можно определить, о чем будет идти речь. Например, помимо Сергея Румаса в Сочи прилетел вице-премьер Игорь Лишенко. Значит, будет сложный диалог об энергоресурсах. Ранее Россия заявила о желании сократить поставки нефтепродуктов в Беларусь. Мол, невыгодно это дело. Минск настаивает на сохранении объемов. Ведь есть контракты, их надо придерживаться, да и стабильность важна. О важности соблюдения обязательств не раз говорил и Александр Лукашенко. Договоры надо исполнять. По сути, это главное, на чем настаивает Минск. Действительно, по оценке экспертов, в отношениях Минска и Москвы много правовых пробелов. Отсюда и проблемы, которые то и дело обостряются, и которые приходится разруливать в ручном режиме. Как будут выстраиваться нефтяные отношения? Основная интрига конца этого года. Тем более, что Россия с 2019 года вводит так называемый налоговый маневр. В течение шести лет вывозная пошлина на российскую нефть снизится с 30 до 0%. Вместо этого будет повышаться налог на добычу полезных ископаемых. Для Беларуси это означает повышение цены на черное золото. К 2024 году экспортная кошка обнулиться. То есть разницы для белорусских предприятий покупать российскую нефть или зарубежную нефть в другой страны, ее не будет. Поэтому будет ли предоставлять России скидку, будет ли предоставлять акциз на нефть, как это предусмотрено в налоговом маневре, это вот вопрос обсуждения. И мы должны увидеть, как эта ситуация разрешится к концу года. Но важный момент, который стоит всегда держать в голове и за которым должны следить все участники рынка, это то, что эти правила должны быть прописаны однозначно, чтобы не было взаимных претензий государств друг к другу. В Сочи прилетел и вице-премьер Михаил Руссы. Казалось бы, какая необходимость в его присутствии. Ведь на неделе в Москве стороны согласовали балансы поставок белорусской мясной и молочной продукции на следующий год. Но для нескольких десятков белорусских предприятий российский рынок по-прежнему закрыт. Опять и снова такая блокировка идет вразрез правилам Евразийского союза. Но, как Михаил Руссы отметил еще на подлете к Сочи, меры по снятию барьеров должны заработать с новой силой. Мы будем ставить вопрос, чтобы в два этапа, до 1 октября и до 12 октября, были решены все вопросы по тем предприятиям, которые или частично ограничены. И у нас 8 предприятий есть полностью похода, но по таким, будем говорить, непонятным причинам закрытые. Хороший фонд для переговоров создала торговля. После двухлетнего топтания у скромной отметки в 26 миллиардов долларов в 2015 и 2016 годах, в прошлом году она вышла из оцепенения и стала набирать высоту, превысив 32 миллиарда. Динамика сохраняется и сегодня, а потому не за горами и повторение рекорда 2012-го с его 43 миллиардами долларов. В том числе и для этого, очевидно, необходимо избавляться от барьеров, о которых говорят не первый год. Россия наш один из важнейших партнеров. Да, безусловно, мы немножко диверсифицировали наш экспорт. Тем не менее, мы еще значительно зависим от российского экспорта. Ну, не то, что зависим, это наш рынок. И ясно, что президент же всегда подчеркивает, что мы не будем уходить с этого рынка, и это наши соседи, и какие бы трения ни были, торговать все равно придется. Вы посмотрите на Украину. Они сами признают, что экспортные операции с Россией у них увеличиваются. Не падают, а увеличиваются. Как бы они не хотели оторваться. Ну, не говоря про нашу ситуацию. Поэтому эта встреча важна, чтобы снять все вот эти вот трения, противоречия. Может быть, даже сразу и все это не снимется, но во всяком случае будет заложена основа. Открытость рынков, снятие барьеров, равные условия хозяйствования, четкая приверженность договорам. Соблюдение этих правил на руку не только Беларуси. Пользу, отмечают эксперты, обоюдные. Ведь экономическая зависимость, и в данном случае у этого понятия сугубо положительный смысл, у Беларуси и России огромная. Торговые и кооперационные нити связывают тысячи предприятий, где работают миллионы белорусов и россиян. Например, только у Минского тракторного завода 150 смежников с российской пропиской. И, очевидно, ограничения и проблемы МТЗ рикошетом бьют, и зачастую болезненно, и по этим предприятиям. Нам, наконец, пора от этих всех замечательных рыночных фантазий перейти все-таки к конкретному распределению, как мы в союзном государстве можем увеличить производительность труда и нашу эффективность. Вот это ключевой вопрос. Для этого, возможно, нужна какая-то союзная схема размещения производительных сил. Да, на кону сегодня было многое, только в энергетике вопросы стоимостью в сотни миллионов долларов. Но главное, от успеха переговоров зависит стабильная работа предприятия, значит, и благосостояние людей. Президенты, безусловно, это учитывали, продемонстрировав, что они действительно представляют не просто соседние страны, а стратегических партнеров. Александр Злобин, Александр Автухов, ОНТ, Сочи.